Мы с вами любим кошачьих. Они – это венец творения эволюции. В отличие от нас я уже рассказывала про множество интересных и не особо известных видах кошек. Например, самая маленькая ржавая кошка или злобная черноногая кошка, очень скрытная, как наш манул помпасская кошка или анская кошка. Обо всех этих кисках вы сможете найти ролики в плейлисте «Кошки». Так вот сегодня у нас в гостях не менее редкая кошечка. Встречайте неподдельную китайскую кошку или гобийскую серую кошку – вид семейства кошачьих, обитающих главным образом в Китае. Китайское название для данного вида кошек в переводе означает «кот с жёлтой шерстью». В их названии были использованы два нарицательных имени – китайский пустынный кот, указывающий на обитание в пустынных районах, и китайский горный кот, указывающий на случай его поднятия высоко в горы. На специальном заседании эксперты решили, в связи с тем, что данный вид редко встречается в пустынных районах, а живёт преимущественно в горных, решили с 1992 года присвоить данному виду имя китайской горной кошки. Откуда появились китайские горные кошечки, доподлинно неизвестно. Ориентировочно они населяли территорию Китая задолго до появления людей и обитали в пустынных районах. Разделение китайской и европейской лесной кошки произошло 230 тыс. лет назад. Впервые кошка была описана французским зоологом и естествоиспытателем в 1892 году. Эти животные проживали в Китае задолго до появления домашних любимцев в Европе, куда они были завезены после открытия границ. Китайская кошка – это эндемик Китая, один из наименее изученных представителей кошачьих, наряду, конечно, с санской и пампасской кошкой. Китайский горный пушистик немного крупнее, чем домашний кот и при первом знакомстве кажется увеличенным экземпляром дикой европейской кошки, своими размерами и весом напоминает камышового кота. Однако лапы у китайской кошки, короче, уши больше, чем у обычной кошки. Наверное, чтобы лучше слышать. На ушах китайской кошки есть кисточки до 2,5 см. Этим она даже немного напоминает рысь. Хотя живет она не в самой пустыне, а в прилегающей травяной степи, тем не менее подушечки ее лап все же обволакивает шерсть. Правда, у этой кошечки сандалии на лапках не такие толстые, как у пустынной кошки. Шуба состоит из длинной и плотной шерсти с обильным подшерстком. Хвост недлинный и очень пушистый, с кольцеобразным окрасом. Кстати, он как раз и напоминает окрас хвоста у пампасской и анской кошки. Вес китайской котейки до 6 кг. Дикие самец и самочка, пойманные в природе и привезенные в пекинский зоопарк, весили самец 9 кг, а самочка 6,5 кг. Как я уже сказала, китайская кошка обитает в степных и горных районах северо-западного Китая, а также на йоге Монголии. Несколько достоверных наблюдений свидетельствуют, что главное место обитания китайской кошки лежат в гористой местности высотой до 4000 метров над уровнем моря. Это альпийские луга, заросли кустарников, лесные опушки и холмистые степные участки. В настоящих пустынях китайские кошки не встречаются. Китайские горные кошки обитают в районах с самым экстремальным климатом в мире, характеризующимся очень высокой летней и низкой зимней температурой, сильными, сырыми или сухими ветрами, дующими на протяжении всего года. В общем, они такие же спартанцы, как и анская кошка. Поскольку высокогорье разнообразием рациона не балует, то питается наша китайская кошечка мелкими млекопитающими, преимущественно, конечно же, грузунами. Что логично, она же хоть и китайская, но всё-таки кошка. В её меню входят крысы, кроты, кролики, насекомые, рептилии и птицы, в том числе фазаны. Из-за ограниченности ареала и уединённости китайская кошка редко встречается с человеками в природе. Информация в образе жизни и поведении китайской горной кошки, по большей части, основана лишь на наблюдениях в зоопарке Сенина в Китае, где с 1973 по 1985 годы были собраны и изучены целых 34 китайских кота. Подсматривая за горными кошками, китайцы выяснили, что их горная кошка — прежде всего ночное животное. Что, конечно, странно для кошки. Они активны в основном в сумеречное время и ночью, с пиками в раннее утро и вечером. Самцы и самочки живут отдельно, ибо мизантропию кошачьих тоже никто не отменял. Норы, сделанные самками, глубже и более защищённые, чем норы самцов, имеющие только один вход. Это чтобы защищать своих деточек. Большую часть дневного времени китайские кошки проводят в своих норах, где мирно себе спят. В общем, наблюдений учёных никаких шокирующих открытий не сделали, и китайская горная кошка мало чем отличается по поведению от стандартной мурки, разве что азиатка немного брутальнее. Китайская кошка во многом полагается на свой сверхчувствительный слух, который играет решающую роль в обнаружении добычи. В специальном исследовании было обнаружено, что китайская кошка добывает свои подземные вкусняшки, прослушивая их передвижение по подземным туннелям на глубине до 5 см. Обнаружив добычу, китайская кошка быстро выкапывает её из-под земли. Вот уж кто-кто, а китайцы из-под земли достанут кого угодно. Как я уже сказала, китайская кошка совсем не любит шумные компании. Естественно, за исключением периода размножения. Хотят любви наши китайские киски с января по март. Беременность длится 60-75 дней, а котята рождаются в мае. В мёте обычно 2, реже 4 детёныша. Растут китайские котята довольно быстро. И к возрасту 7-8 месяцев они уже полностью независимы от матери. Половое созревание происходит 8-12 месяцев. Продолжительность жизни китайской кошечки в природе неизвестна, а в зоопарке она составляет 10-12 лет. Китайская кошка – это очень редкое животное. Она находится в числе 5 самых уязвимых кошачьих мира. По весьма примерным оценкам численность китайской кошки составляет менее 10 000 взрослых экземпляров, с тенденцией дальнейшего уменьшения их количества. Помимо всего прочего, китайская кошка – это единственный вид семейства кошачьих, который выступает полностью эндемичным видом в Китае. Главная угроза для этого вида, конечно же, деятельность голых приматов. Помимо всего прочего, китайцы ещё и охотятся на них, желая обладать их густой шубкой. Мех китайской кошки иногда можно найти на некоторых китайских рынках, и его используют для создания традиционных шляп. А ещё в Китае, начиная с 1958 года, была проведена большая кампания по истреблению грызунов, которые рассматривались как важные конкуренты местного домашнего скота. Грызуны представляют собой основную добычу китайской кошки, поэтому сокращение их численности, безусловно, негативно сказывается на популяции этой кошки. А как Вы думаете, на какую другую кошку больше всего похожа китайская горная кошка? Пишите в комментах. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С Вами был канал о животных Zoom. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.